Я хотел выразить всем благодарность, потому что всё очень живо, и я как раз об этой живости, в сути, речи буду говорить. Итак, задайте себе вопрос. Какой наш город? Кто-то, возможно, скажет, что он светлый, кто-то скажет, что он зелёный. Ну, например, давайте ответим мне на вопрос, какой наш город? Как вы видите образ города? Кто-то скажет, что он достаточно серый, тусклый. Другие скажут, что он очень урбанистичный, плотный, очень застроенный. И четвёртый скажет, что он очень яркий, динамичный. И все эти мнения окажутся правильными, потому что образ города — это все мы, и он складывается из образов каждого из нас. не знаю, как кто из вас, но я попадал в такую ситуацию, когда не мог ответить на вопрос, какой образ города я представляю себе. Три года назад я был в Италии, и там, познакомившись с одним иностранцем, разговаривался, он мне задал вопрос. Как ты видишь образ? Какой образ? И я не смог ему ничего ответить, кроме как сказать, что у нас 12 месяцев зимы, и медведи ходят около оперного театра. Образ был всегда. Он был в прошлом, он есть в настоящем, он будет в будущем. Говоря о прошлом, необходимо заметить, что он развивался как транспортный узел, и затем наступило время НЭПа, и наш город из большой деревни стал превращаться в административный центр Сибири. И, например, эта улица — это площадь Ленина, а это здание Зебра. В 60-е годы появился Академгородок, и образ стал принимать некий такой лик науки и культуры. И спустя какое-то время наступила перестройка, и этот образ стал заметно таять. Наступил бизнес, и время открытой коммерции. Затем Дмитрий Медведев нам сказал, давайте пойдем в сторону инноваций. И задал такой вот вектор. Я считаю, что этот вектор очень правильный, и благодаря этому вектору уже сегодня мы можем наблюдать подобного рода инновации. Архитектура в этом процессе становления инноваций имеет очень важную роль, потому что архитектура — это своеобразное лицо города. И то, что происходит внутри, вас, нас, города, неважно, то обязательно отражается снаружи. И инновации в архитектуре на самом деле были всегда, они были и в прошлом. Например, это оперный театр, купол которого был создан по уникальной на тот момент технологии. Ну или это использование самых современных материалов в те годы в здании края исполкома. Или же это затянувшиеся строительства тюза, но вы сами видите, какой он получился красивый и необычный. Достаточно нетривиальная конструкция крыши. В настоящем, как я уже говорил, у нас есть инновации, и они отражены в архитектуре. Например, это технопарк «Академгородка», в котором достаточно забавно искажены объемы, формы здания. Или же это бизнес-центр «Коком», в котором применена достаточно новая для Новосибирска технология гнутого стекла в трех направлениях. Прошлое ли? Сегодня ли? Но всегда остается некая проблема. Это монументальность и эстетичность. И она подобна классическим скульптурам. Что нас сможет ждать в будущем? Это, конечно, большой вопрос, но я бы хотел поговорить сегодня о взаимодействии, и я думаю, что наш город будет направлен на взаимодействие. Возможно ли у нас, например, построить такой вот объект, который сможет адаптироваться к солнечному посвящению, который сможет автоматически менять свою оболочку. Или же виртуальный магазин в корейском метро, в котором можно приобрести товар с помощью смартфона, нажав, ну, увидев QR-код и нажав и купив продукт, а дальше его просто привезут вам домой. Или же остановка, которая может в реальном времени подсказать вам маршруты транспорта, и тем самым вы сможете оптимизировать процесс своего передвижения по городу. Или, наконец, такой фасад, состоящий из 250 тысяч маленьких пластинок, которые начинают колыхаться от ветра, и фасад буквально оживает. Если простыми словами сказать, что такое интерактивная архитектура, это когда ты просишь здание, а в нем есть какие-то сенсоры, которые, например, реагируют на голос, ты говоришь ему, здание, измени стенку, и оно окей. Я думаю, что, может быть, кто-то разделяет эту точку зрения, наш город — это живой организм, у которого есть здание, подобно органам в этом организме. И люди, наполняющиеся этот город, — это кровь этого организма, а технологии — это питание для этого организма. Немножко расскажу, как я пришел к идее взаимодействия, ну, то есть интерактивности, да, которая по-русски звучит как взаимодействие. Тут есть небольшая история. В детстве я, видимо, пересмотрел трансформеров, и, ну, это повлияло на меня неоднозначно, трансформации, адаптивность, интерактивность. Но, если серьезно, то учаясь на втором курсе, я шел домой, очень устал, хотелось спать, а надо было сдавать проект. Нас очень грузят проектами, некоторые, я думаю, знают. Так вот, я шел домой, очень хотелось спать, я подумал, вот хорошо бы было найти такое здание, в которое можно окунуться, и оно тебя так мягко окутает, ты уснешь, выспишься и пойдешь делать проект. Вот окутает так, буквально, это сток сена. Я начал интересоваться такой архитектурой, и поступив в магистратуру, стал изучать, и один архитектор мне посоветовал. Говорит, изучи нелинейную архитектуру. Я думаю, о, что это такое, ну, вот, давай изучай. В общем, изучив ее, я там столкнулся с кучей всяких проблем, понял, что объекты и такие формы зданий, они достаточно сложные, они такие, достаточно топологичные, но в этих объектах, в большинстве этих объектов, есть и интерактивные качества, и качества адаптивности, которые позволяют объекту либо приспосабливаться, либо взаимодействовать с окружающей средой. Методы такой архитектуры заключались в параметрическом моделировании, которое, опять же, как и вам здесь, мне тогда ни о чем не говорило. Ну, а на самом деле, спустя два года, мы провели, в феврале 2011-го, мы провели воркшоп в рамках фестиваля архитектуры и дизайна «Золотая капиталь», на который мы смоделировали подобную оболочку, затем мы эту оболочку распечатали, сегменты сшили между собой, склеили, сделали такую конструкцию, и, в общем, вот у нас получилась такая вот незамысловатая «жирная муха», как кто-то ее называет, но на самом деле это рождение бабочки из окона, что стало символом параметрики у нас в Сибири. Важно отметить то, что эта архитектура два года назад называлась нелинейной, сегодня кто-то ее назовет параметрической, завтра ее кто-то назовет еще как-нибудь там. Но суть в том, что в большинстве таких объектов присутствует качество, связанное с взаимодействием и адаптивностью. Давайте себе представим, что мы находимся на дне города, но вместо салюта здесь есть какие-то такие необычные рисунки, которые вы не понимаете, почему они, откуда они берутся, что такое. Это один из проектов, я забыл сказать, это один из проектов нашей мастерской. Мастерская достаточно молодая, но мы стараемся учитывать качества, о которых я говорил ранее. Так вот, опять погрузились, представили, и ничего не поняли, но сейчас я вам расскажу. Значит, есть некоторые устройства, развешанные по фонарным столбам, которые взаимодействуют с вашим голосом или взаимодействуют с какими-то музыкальными инструментами. Суть в том, что они переводят звуки, которые состоят из нот, в некоторые образы. Ну, то есть наглядная схема, как это все происходит, да, каждой ноте так или иначе принадлежит свой образ, своя какая-то картинка. И я говорю, эти картинки перемешиваются, и мы видим вот такие вот какие-то забавные фигуры, и я подумал, что это было бы очень классно, вместо салютов, на которые надо вбухивать кучу бабла, иметь вот такие вот интерактивные устройства. Второй проект — это школа, современная школа, и у нее очень тривиальная такая идея, достаточно, мы ее делали с одним молодым архитектором, очень перспективным, я считаю. И мы долго не могли придумать, как бы, вот, что бы выкингриться, как. Ну, мы делали это на конкурсах. В общем, не могли, не могли придумать, и как-то так вот увидели у таких производителей, как Kiefer Technics, некий такой вот адаптивный фасад, который мог приспосабливаться к солнечному освещению. Ну, что мы, соответственно, и сделали. Применили такую оболочку и поучаствовали в конкурсе. Никто ничего не понял, ну, да и хорошо подумали бы. Третий наш проект, который мы сделали относительно недавно, это даже не проект, а суть этого проекта заключается в адаптации дизайна в среду. Адаптации, причем в буквальном смысле. Видите ли вы здесь рекламу? Ответьте мне. Кто-нибудь здесь видит рекламу? Она здесь на самом деле есть. Мы особо не заморачивались. Мы придумали ряд изображений для технопарка, которые приветствуют направление бизнеса, приветствуют направление и развитие технологий каких-то новых. И вот у нас есть проблема такая, как уход мозгов за границу. На картинку, пожалуйста. Зажги включи мозги, пожалуйста. Нет, фото ленин запрещен. Ну, да, глупых никто не любит. Не допускается утечка мозгов, да. Инновационный смайлик и так далее. В общем, мы адаптировали эти знаки под эти изображения, под знаки дорожного движения. Вот такой вот незамысловатый проект у нас получился. Зачем, вы спросите меня, архитектура Новосибирску подобного рода, которая взаимодействует, которая двигается. У нас так все хорошо, кто-то скажет. И другие ответят ему, да нет, на самом деле нужна, это все хорошо. Третьи еще что-то заметят. Если нарисовать все эти мнения, то, возможно, получится вот такая вот сложная схема. Но если попытаться упорядочить эту сложную схему, то можно отметить, что такая архитектура в будущем поспособствует экономии электроэнергии и тепла за счет применения ветряков, за счет применения солнечных батарей, за счет каких-то других технических устройств, которые автоматизированы. или это контроль над выбросом всяких злобоний, всяких недоброкачественных продуктов с помощью устройств интеллектуального управления. Это обязательно отразится на городе, и экологическая обстановка в городе резко улучшится. Если мы научим, если мы сами научимся и научим объекты трансформироваться и приспосабливаться к среде, то жизнь этих зданий значительно увеличится, потому что они научатся приспосабливаться к различным ситуациям в геополитическом направлении, в политическом, в экономическом плане. Соответственно, взаимодействие таких объектов с людьми станет значительно выше, и это отразится на туристической привлекательности. Туристическая привлекательность повысит конкурентоспособность в городе, цикл за с движением, и вот значит мы видим все то же самое, но экономика у нас возросла. Какой образ Новосибирска сегодня, если мне кто-то задаст этот вопрос сейчас, я, пожалуй, три года назад не найдусь и скорее даже промолчу, но я знаю, что ответить, какой Новосибирск может быть в будущем, может быть завтра. Это Новосибирск, который сможет взаимодействовать, объекты которого смогут взаимодействовать с людьми, люди с городом, и в таком ключе мы выстроим образ города 21 века. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ